Добрый вечер, дамы и господа. За окном уже вечер. Это вечер. В этом блоге, как вы по названию видео догадались, жизнь без интернета. В общем, меня показывает 10 часов и 27 минут. Тема такая. Есть причина, почему я решил всё-таки сделать такой ролик, жизнь без интернета. Но моя мать в последнее время волнуется за моё здоровье. И она не хочет, чтобы я в рабочие дни, перед сном, после 10, не сидел за интернетом. И поэтому перед каждым вечером, ну, когда нужно уже ложиться спать, я ей отдавал в комнату, в общем, планшет. Вот планшет. В нём есть сим-карта. Вот в этом месте. Вот. И я ей отдавал, в общем, этот планшет. Итак, небольшая поправочка. Да, я вчера там начал запинаться, сказал второй планшет. А, в общем, вот этот вот ноутбук я тоже ей отдавал перед сном. Ну, что, блог продолжается дальше. Вот. Она волнуется за моё здоровье, чтобы я не сидел много в интернете, чтобы мои глаза были здоровы. Ну, вы поняли, чтобы я не портил себе зрение. Хотя вы можете написать в комментариях, насколько вреден монитор от ноутбука, или от монитора от компьютера, в общем, и так далее. Здесь я не говорю, чтобы вы не сидели от интернета или отдыхали от интернета. Просто хотите, с кем хотите, там, не знаю, общаетесь, переписывайтесь, с кем хотите, дружите в интернете. Я просто рассказывал вам, ну, жизнь без интернета. Конечно, современному человеку очень сложно сейчас свою жизнь представить без интернета, потому что это безграничные возможности. И тут у меня посетила такая мысль. А что, если интернет станет неактуален для человека? Вот взял и стал неактуален. Представляете, интернет стал неактуален. Вам вот эти вот гаджеты стали неинтересны. Вот эти вот телефоны, ноутбуки, они стали неактуальны. Они просто потеряли свою такую обыденность. Ну, то, знаете, всё это бытовое, всё потеряло смысл. И люди стали выходить, в общем, на улицу знакомиться. Вместо лайков они стали там подмигивать, например. Ну, вы скажете, да это бред, это невозможно. А вдруг так произойдёт? Интернет стал неактуален. И людям стало неинтересно туда выкладывать фото, ставить лайки. Кстати, напишите по поводу, что интернет стал неактуален. Но у меня просто есть пару интересных мыслей по поводу... Ну, к примеру, по поводу, что такое будущее интернета. То есть, есть у меня пару мыслей. Но, может быть, я про это не стану снимать. Ну, про интернет. Потому что у меня был уже один ролик, что такое интернет. А в этом ролике я вам рассказываю жизнь без интернета. Ну, в общем, продолжу дальше. Вот, я вам рассказал. Если интернет станет неактуален, люди начнут выходить на улицу. Ну, и вот, вот, вот я вам, короче, предлагаю такую ситуацию. Вы сидите такой за телефоном, ничего не подрезревая. И тут приходит к вам мама и папа. И такой говорит, отдай нам гаджет. Иначе мы тебя выгоним из дома. И вы отдаете такой гаджет. Вы, короче, не можете посидеть в интернете. Вы можете написать в комментариях, как вы бы себя чувствовали, если у вас отобрали бы интернет. Не просто интернет с гаджетом, а просто отключили бы вам интернет на неделю. Как вы бы прожили бы, ну, эту неделю, свою жизнь без интернета. Вот. Если меня, например, оставили бы без интернета, я бы прожил спокойно. Ну, то есть, у меня были ситуации, когда я был три месяца без интернета. Ну, то есть, в течение этих трех месяцев я просто ходил в библиотеку или к другу и сидел у него в интернете. И там где-то я находился два часа в общем интернете. А всё остальное я был без интернета, в общем. И меня, знаете, вот когда я так побыл без интернета, я начал сразу не то что ценить жизнь, а понимать, что... Я понимаю, что это... Ну, как бы интернет это немножко такой вымышленный мир, где люди высказывают своё чужое мнение, и большинство людям интересно, что другие люди думают о них. Ну, типа того. Вот. А в реальной жизни ты не сможешь громко высказаться, потому что большинство людей, они будут молчать, потому что они не хотят какой-то там большой публичности либо набирать эту популярность в реальной жизни. Ну, куда-нибудь, не знаю, идти там в кино или в театр. А им проще набирать популярность в интернете. Ну, и на этом я закончу. И вот я просто хотел рассказать жизнь без интернета. Пришло пару интересных у меня таких мыслей. Ну, в общем, я хотел поговорить в этом ролике жизнь без интернета. В общем, всем пока. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok